Значит, я себя представляю. Алексей Борисович Арсеньев родился в социалистической Югославии в 1946 году в другом городе, а в службе родителей с третьего своего возраста живу в этом городе. Значит, сознательная моя жизнь началась в Новом Саде. Я патриот своего города и сегодня я отдаю ту дань своему городу, которого люблю. А любить это значит не только от него что-то взять, но и что-то и отдача какая-то. Вот я отдаю себя сегодня городу, а символично городу, а практически вам. Значит, любить город это значит знать его и дать ему что-то, оставлять ему, а не только от него брать или всем рассказывать, какой мой город красивый. Значит, я коротко скажу, что я, значит, второе, третье поколение русских белых эмигрантов, которые в нашу тогдашнюю страну, королевство сербо-корватов-словенцев в 1920-21 году прибыли с юга России. Значит, я являюсь, значит, отпрыском второго поколения. Мои родители родились в 1910-1908 году и детьми были вывезены. Они не эмигранты, они не беженцы, они не выбирали свою судьбу. Их, значит, привезли сюда. Тут оказались графы Толстые, Воронцовы, Бобринские, Контрины, Уваровы, Князья Волконские, Гагарины, Голицыны, Трубецкие, известные дворянские роды. Опухтины, Бибиковы, Васильчиковы, Гончаровы, Державины, Дашковы, Елагины, Игнатьевы, Куракины, Ковалевские, Кикины, Миловидовы, Новосильцевы, Оленины, Орловы, Раевские, Радзянка, Румянцевы, Савельевы, Соловьевы, Спиранские, Таракановы, Трецяковы, Хитрово, Чернышовы, Шишкины и три точечки. Я написал книгу, опубликованную в 1999 году в городе Москве на русском, о жизни русских в этом городке, тогда 340 тысяч населения. Я описал судьбы людей, а не исторические данные, когда умер Наполеон или когда была битва. Значит, история русской эмиграции в одной маленькой среде, в маленьком городе, провинциальном городе Европы, не Париже, Берлине, Чанхае на Дальнем Востоке. Так что это одна из тем, о которой я сегодня буду говорить очень мало, потому что цель моя вас ознакомить с городом Новый Сад. Значит, город Новый Сад, о котором тоже у меня есть страничка, я бы мог сейчас прочитать вам и тогда погулять. То есть я предлагаю таких три варианта, то есть три темы. Город Новый Сад, немножко о русской эмиграции в этом городе и прогулка по главным тут уличкам Нового Сада с рассказом и показом архитектурных, как говорится, памятников или важных культурных этих учреждений и зданий. Русские архитектуры Петербурга строили здания в петербургском стиле, ампир пушкинского времени в городе Новый Сад. Сегодня я не буду говорить о городинской крепости, но и самой больной крепости на европейском континенте. Постройка 90-го лета, в близких периодах, строилась она с 1690-го по 1760-го. Это отдельная эксклюзия, это главная достопримечательность нашего города. На правом берегу Дуная австрийцы строили ее, это значит была еще империя австрийская, вот эта территория, когда заложен был город. Помимо солдат, первыми жителями были славяне этого будущего городка, рыбаки и ремесленники, обслуживающие австрийский гарнизон. Современное название городу было присвоено в 1748 году. Молодая императрица австрийской империи, тогда это не было еще австро-венгерская империя, значит была после изгнания турок с этой территории, значит молодая императрица ступила на престол. И значит жители вот этого основанного города, 50 лет до того, как он заложен был, они подарили 80 тысяч форентов денег на благоустройство и на военные цели империи австрийской, которая расширяла свои территории за счет победы над турками и изгнания постепенно турок из Средней Европы, а потом уже из Балканского полуострова. Она, значит, написала грамоту о учреждении этого города в 1748 году. Она учредила герб города и дала ему привилегии, как первого свободного, под кавычками, свободного королевского города. Что значила эта свобода? Два раза в неделю рынок можно было в этом городе, значит, открывать и торговать. Не раз в неделю, а два раза. Этим она хотела привлечь сюда новых людей, потому что эти территории были до недавнего времени турецкими. И благодаря своему стратегическому положению на торговых, сухопутном и водном путях из Средней Европы в Малую Азию, через Балканы, здесь Новый Сад бурно развивается и в середине XIX века достигает своего культурного и экономического апогея. Еще в 1790-м здесь задействовала сербская типография. Такой не было в столице города страны Сербии, это Белград. Белград еще был закалузским, турецким, значит, патриархально-ориентальным городом. А Новый Сад развивается как средний европейский город. Возник в Новый Саде профессиональный первый сербский театр между Белградом. В Новый Саде основан был в 1862-м городе. Сербы помогали Австрии в войнах с другом. И тут очень сейчас интересная история Нового Сада, о которой я ничего не говорил, о которой очень важно представить себе эту ситуацию в 18-19 веках. Три были таких центра. Город Вена, город Будапешт и город Новый Сад. Новый Саде душевали и требовали какой-то автономии, прав сербы. В Вене шла венгеризация на эти территории, римокатолическая церковь была сильная. А вот Вена, значит, как центр монархии, она лавировала. Она больше давала прав сербам, но она больше давала прав венгерам. Когда Венгер, когда Уферия теряла войны, тогда возмущались венгеры. А тогда Вена помогала больше сербам здесь усмирить эти лимберские. Это видный политический деятель сербского народа, мэр города Новый Сад. Поскольку в Новый Саде большинство было сербов, венгеров и немцев, по договору они менялись по кругу мэрами. То венгер, серб, немец, венгер, серб, немец. И вот в 1860-е годы был мэром вот этот политический деятель. Символика этого памятника, если вы его посмотрите со всех сторон, обратите внимание на его правую руку. Он держит кулак, он славился своими пламенными речами. И он требовал права для святых, которые здесь выставляли какой-то и большинство. И фактически он угрожает Рима Катернации. Он смотрит на фоне строительства и плеви. Это такая была символика. Не все знают о святых и жильцах сегодняшнего Нового Сада. Дело в том, что после перед Второй, Второй мировой войной, и сербы-нависанцы, они этот памятник укрыли. 6-7 тому назад поставлен памятник русской балерине Марина Оленина. Она, значит, была прима-балериной Гилградского балета, Гилградского королевского оперного театра. А потом была в партизанах, замужем была за сербом, известным тоже деятелем, потом дипломатом в социалистической Югославии. Но после Второй мировой войны она поставила и основала здесь балетную школу и балетную труху. Значит, те евреи, которые остались, многие были в партизанах, боролись против оккупантов, и они стали атеистами. То есть их уже синагога, как культное здание, не интересовала. И они в 1960-е годы, остатки этого какого-то еврейского меньшинства нашего города, уступила городу на пользование. Не подарила, уступила еврейскую вот общину, эти два фокуса и саму синагогу, уступила городу, город реставрировал это все, и сейчас это концертный зал. Значит, там устраиваются не рок-концерты, а концерты серьезной музыки, оровой музыки и так далее. Стание с двинными головами над средним этажом, ведь и над окнами. Это русский архитектор Юрий Николаевич Шреттер немецкого происхождения. Его дядя, брат его отца, был видным архитектором Санкт-Петербурга. Он перестраивал Мариинский театр в 1880-е годы. А вот это среднее учебное заведение, их одно из общежитий, интернат. Мариинский театр в 1880 недоступен. ВIO Санкт-Петербург Сегодня исповедь wageory Cooperative Я буду заниматься жизненной, резистом, его зачастую. Здесь в Theresa May Ряодно Ричи что можно было бы там посмотреть три-четыре картинных галереи троеведческий музей это можете и сами все вот это здесь это настройки 920-х 30-х годов части районы жилые а за ними там вдоль Дуная вверх по течению это новостройки социалистического цитинского периода город хорошо урбанизирован дверь по Дунаю это жилые районы вниз по течению Дуная промышленность а в центре вот культурно-вниз по течению Старое ветро